Всем привет! С вами школа вязания ILOVECREATE SCHOOL. Меня зовут Билык Оля и в этом мастер-классе я покажу вам как связать авоську от ILOVECREATE. Для своей авоськи я выбрала трикотажную пряжу металлик, поскольку уже у нас осень и я решила сделать осеннюю авоську, а эта пряжа не так мокнет под дождем и не так впитывает влагу, как обычная трикотажная хлопковая пряжа. Для авоськи мне понадобится 3 моточка пряжи металлик, моточки по 50 метров. Один моточек у меня уже заправлен в мою вертелку. Также нам нужно будет крючок 6,5-7 миллиметров. Если вы будете вязать из обычной трикотажной пряжи, я рекомендую вам взять толщину ниточки 5-7 миллиметров и крючочек 5,5 миллиметра. Но поскольку я вяжу из пряжи металлик, эта пряжа не любит маленьких крючков, поэтому крючок я взяла 6,5 миллиметров. Для авоськи, если вы будете вязать из обычной трикотажной пряжи, вам понадобится чуть больше одного мотка 100 метрового, то есть где-то 150 метров пряжи. Набираем воздушные петельки. Нам нужно набрать 30 воздушных петель и 2 подъема петли, то есть 32 петли. Делаем первую петельку. Еще раз показываю, как ее сделать, что пролетело этот момент. Коротенький конец ниточки сверху крючка, длинный внизу. Перекручиваем их вот так вот. Накидываем этот длинный конец на крючок и проводим в петельку и затягиваем узелочек и подтягиваем петельку. Набираем 30 воздушных петель. Продолжение следует... Набрали 30 воздушных петель. Набираем 2 петли подъема. И вводим крючок в третью петлю. 1, 2, 3. Делаем столбик без накида. Провели. Так вяжем еще один столбик без накида в эту же петлю. Это будет наша прибавочка с одной стороны. То есть 2 петли подъема и 2 столбика без накида в одну петельку. Теперь мы вяжем до конца ряда до последней петли по одному столбику без накида в каждую петельку. Так вяжем до конца ряда до конца ряда. Вяжем до конца ряда до конца ряда до конца ряда. В нее мы вяжем 3 столбика без накида, постепенно поворачивая вязание в обратную сторону. Вот так делая цветочек. И вяжем по одному столбику. Теперь уже с другой стороны. Я ввожу крючок прямо под 2 петли вот сюда же. Где мы вязали вот этот столбик. Я теперь его ввожу с другой стороны туда же. Но также можно делать за одну полупетлю вот эту вот верхнюю столбики. Это как вам уже нравится делайте. Если вы вяжете из пряжи металлик, вы можете использовать подсолнечное масло для того, чтобы крючок легче ходил по ниткам. Вот это не влияет ни на какие там пятна. Опять он не остается, но намного легче вязать становится. И вы можете регулировать натяжение нити. Вяжем до конца ряда по одному столбику. Дошли до конца ряда. Вяжем еще последний столбик сюда. Вот наше начало ряда. Вот это петельки подъема. Теперь мы переходим на второй ряд без петель подъема. Мы просто начинаем в каждую из наших прибавочек вязать по два столбика. То есть первый столбик у нас будет во вторую петлю подъема, которую мы делали в конце наборного ряда. Вот первая прибавочка, один столбик и второй столбик. Два столбика с одним основанием. Вот во вторую петельку подъема. Видите? Теперь вторая прибавочка будет вот первый вот этот столбик прошлого ряда. И вот третья прибавочка идет. Раз. Два. Так. И опять до поворотика мы вяжем по одному столбику без накида. по одному столбику. Дошли до поворота и с этой стороны также вяжем по два столбика с одним основанием три раза. Один. Два. Два. Три. И вяжем по одному столбику до конца второго ряда кругового. Мы прошли весь второй круговой ряд, дошли до начала нашего второго ряда, который был с прибавочками. И теперь мы вяжем с третьего по шестой ряд по кругу уже по спиральке столбиками без накида без прибавок на поворотах. Все. Прибавочки мы уже не вяжем. Просто по кругу по спиральке вяжем с третьего по шестой ряд. Можно отметить себе маркером вот это вот начало ряда, до вот этого места мы вяжем столбиками без накида по кругу. Мы с вами связали шесть рядов основы нашей авоськи. Вот считаем один, два, три, четыре, пять, шесть. Вот тут вот маркер. Тут мы начинали уже вязать ряды без прибавок. И теперь мы переходим на основной узор нашей авоськи, который будет состоять из пяти воздушных петель и столбика. Вставляем крючок в петлю вяжем. Просто продолжаем вязать. Один, два, три, четыре, пять воздушных петель. Один, два, три петли пропускаем. Вставляем крючок в четвертую петлю и делаем столбик без накида. Раз, два, три, четыре, пять. Один, два, три. Пропускаем в четвертую. Столбик без накида. Так по кругу провязываем первый ряд. Пять воздушных петель и столбик без накида в четвертую петлю основания. Один, два, три, четыре, пять. Мы почти довязали до конца ряда, первого ряда уже нашего основного узора авоськи. Как мы должны перейти на второй ряд красиво, чтобы авоська имела правильную форму. У нас осталось три петли. И в четвертую мы должны были бы делать столбик без накида. Мы делаем пять воздушных петель. Мы делаем вместо столбика полустолбик сюда, как бы соединяя этот первый ряд. И мы делаем еще два полустолбика до центра следующей арки. Из нее будет начинаться наш следующий ряд. Так мы переходим на следующий ряд. Один, два, три, четыре, пять. И уже в арку вводим крючок и делаем столбик без накида. И идем по кругу таким же узором во втором ряду. Мы доходим до вот этого перехода со второго на третий ряд. Здесь мы уже не будем делать полустолбики. Раз, два, три, четыре, пять. Вот делаем еще последнюю часть узора. Вот этот переход. Мы тут сразу сделаем арку уже. То есть, чтобы у нас уже вязание шло по спирали. Раз, два, три, четыре, пять. И вот сюда же переходим. Она чуть-чуть сузится, но это, в общем, не будет заметно. Ну, в целом, по воське. А нам не надо будет делать все время вот этот вот шовчик. Вот этого не будет. Мы просто по спирали будем вязать ее. И все. Перешли мы на третий ряд. И таким же узором из пяти воздушных петель одного столбика в арку мы вяжем восемь рядов. Так. Как я считаю. По вот этим дырочкам, да. Начиная с этого. Один. Над ним два. Три. Вот так вот мы вяжем вверх. Нашу оську ничего не сокращая, не увеличивая. Просто пять воздушных петель и столбик без накида в арку. Возвращаемся к нашей оське. Я напоминаю, что с вами Билла Коля и школа вязания I Love Create School. Я связала восемь вот таких вот дырочек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это шестнадцать рядов. Просто по дырочкам легче считать. И я разделила нашу оську пополам. Вот такими вот маркерами для вязания. А вот этот вот здесь, значит, у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, вот эти два мы оставляем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь у нас секций. Так, восьмая секция недовязанная. Сейчас я ее подраспущу и покажу, что мы делаем дальше. А дальше нам надо чуть-чуть сузить, несколько рядов сделать сужение. И потом уже цеплять ручки. Значит, ручки я выбрала прозрачные из акрила. Они сейчас покрыты пленочкой. Пленочку мы снимаем. Вы можете выбрать ручки, какие вам нравятся. Деревянные, акриловые. То есть, какие захотите. Пленочку мы снимаем. Вот, и после того, как мы сняли всю пленку, у нас остались такие стильнючие прозрачные ручки. Вот, для того, чтобы эти ручки красиво осмотрелись на торбочке, мы сейчас немножко сократим количество наших отделений. А потом примотаем эти ручки к торбе. Ой, к авоське. Итак, у нас связано 7 секций. Теперь мы делаем 3 воздушных петли. 3. И в эту секцию мы делаем столбик с накидом. Накид. Крючок вводим в арку. Вытягиваем. Провязываем через 2 петли. И еще через 2 петли. И разворачиваем. Так. И вяжем опять по 5 воздушных столбиков. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5. 7. Вяжем. И восьмой. Опять вяжем 3 столбика. и делаем столбик с накидом в арку, в которой у нас маркер прицеплен. вяжем. Теперь вяжем в обратную сторону. опять. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 5. пятая шестая и 1 2 3 воздушных петли и седьмую арку делаем опять столбик с накидом и еще один рядочек мы провяжем в обратную сторону 1 4 5 1 2 3 4 5 2 арочка третья четвертая пятая и в шестую арку мы опять делаем 1 2 3 воздушных петли столбик с накидом и развернули все и теперь мы вяжем где-то 40 воздушных петель и обрезаем ниточку не 40 60 воздушных петелечек я сделала вот мне показалось что 40 вдруг будет мало я сделала их 60 обрезаем ниточку хвостик пока не прячем никуда берем нашу ручку и приматываем ее к авоське как мы это делаем протянули наши нашу цепочку из воздушных петель через круг теперь продели ее в арку последнего ряда опять протянули через круг да и смотрим чтобы круг этот ручка это не плотно ну то есть вот так вот было затянуто да а чуть-чуть было расстояние чтобы она красиво вот так вот дырочками провисала возможно чуть поменьше сейчас мы в общем через все арки проведем нашу цепочку и посмотрим сколько у нас там петель и остается так вот значит я почти угадала ровно 60 воздушных петелечек вот так вот она смотрится мне кажется отлично и вот здесь вот я даже ничего распускать не буду я просто ее слегка подрасти но по всей длине в последнюю арку мы провязываем то есть не под арку а в саму петлю мы провязываем соединительный столбик и затем когда уже приделаем две ручки мы пришьем кончик вот этот вот незаметно протянув между петельками кончик ниточки нам надо будет его пришить с одной и с другой стороны так вот так вот у нас получилось чуть-чуть распустим если вам нравится когда более плотно но да вы можете распустить 10 петелечек воздушных например да и сделать более плотно вот эту ручку мне нравится когда она так и с другой стороны делаем то же самое значит нам надо вот с места там где маркер взять новую ниточку так и вытянуть петельку это же вяжем ряды сокращениями арок вытянули ниточку и делаем 5 воздушных петелек 5 хвостик потом тоже пришьем 1 1 арка 1 2 3 4 5 2 арка 1 2 3 4 5 5 5 3 арка 1 2 3 4 4 5 4 арка 5 5 скользит как маслом намазан качок, только что вмакнула его в масло так и со счета сбилось сколько у нас здесь 1 2 3 4 5 6 7 и вот восьмая мы делаем 3 воздушных петли столбик с накидом уже маркер можно снять вместо маркера мы прицепим сюда эту петельку в арку вот с этой стороны да и с этой получилось как раз ровное количество арочек так делаем 5 воздушных петель 3 4 5 повернули 2 2 2 2 3 арка 3 арка 4 5 6 1 2 3 накид и столбик с накидом 7 арка опять делаем 5 воздушных петель и третий ряд 5 так то 1 2 3 4 5 и последний шестой последняя шестая арка это 3 воздушных петли и столбик с накидом и опять вяжем 60 воздушных петель и чик я сделала 60 воздушных петель не поверите вот это вот конец третьего матка тряжи металлик вот тюделька в тюдельку хватило у меня такое первый раз так значит вытягиваем крючок и точно так же как с этой стороны мы приделываем здесь ручку так 2 и вот здесь делаем соединительную петельку и пришиваем все кончики так делаем соединительную петельку прячем ниточку так чуть-чуть протягиваем ее между петельками и где-то здесь на внутренней стороне подшиваем и обрезаем берем иголочку с ниточкой в цвет пряжи и просто стежочками обычными мы подшиваем ниточку можно узелочки позавязывать если вы шить не очень любите только завязывайте очень хорошо потому что авоська будет растягиваться от веса и ниточка может развязаться обрезаем так еще пару стежочков здесь и все вот еще два кончика у нас точно так же мы пришиваем опять иголку сломала все мы подшили все хвостики с вами наша супер модная осенняя авоська готова я уверена что у вас сумочка получилось еще даже лучше чем у меня спасибо вам большое что вы были со мной жду ваших фотоотчетиков по вашим результатам работы с вами была Биллок Оля и школа вязания I Love Create School до новых встреч всем пока пока субтитры делал DimaTorzok